Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн и это игра Dark and Light. Сегодня я немножечко расскажу, что я, так сказать, какой у меня прогресс в этой игре, потому что он небольшой есть, у меня вот 11 левел, ну и я расскажу вообще свои впечатления об этой игре, ощущения, да, и, ну, какие-то мысли. Вообще потому что игрушка мне очень понравилась и довольно-таки интересно в неё играть именно вот в плане развития, в плане открытого мира. И я не знаю почему. Игра очень похожа на Ark. Реально похожа действиями, возможностями, ну, то есть вот всем этим. Очень много слуков всяких ходит. Я точно не знаю, правильные ли они или нет, то есть там вплоть до того, что компания, которая произвела игру Ark Survival Evolved, по-моему, выкупила вот этот проект, да, и допилила уже на своём, так скажем, движке, и поэтому она очень сильно, так скажем, и похожа по меню, и по возможностям, и тому подобное. Ну, честно, вот прям даже по меню, даже использование костра в данном случае, да, и таких моментов очень много. И честно, я не знаю. Вот честно, я не знаю, потому что прям вот какое-то сомнение постоянно есть, но очень похоже на Ark. Ну ладно, давайте я расскажу, что я, да, что я, так сказать, достиг в игре. Достиг 11-го левела, я уже могу крафтить какие-то предметы, могу постель скрафтить, да, себе костёр скрафтить, ещё какие-то устройства. Но начинать строить целый полноценный дом я не начал. Хотя сейчас нахожусь в доме. В доме нахожусь это дом, снятый в аренду, так скажем, в городе. И это вот очень круто, ребят. То есть, появляясь в городе, вы можете за 30 золотых монет, которых очень легко получить, вы можете себе сделать, собственно, дом. То есть, купить за 30 монет на 2 дня, реальных 2 дня. Это уже проверено, потому что у меня вот сейчас дом куплен, там, по-моему, сейчас вот 8-й день. Ну, то есть, я на 12 дней купил. И, в принципе, спокойно здесь просыпаюсь, ложусь спать, да, как бы, ну, на ночь ухожу там и тому подобное. И спокойно себе проживаю время. Но единственный минус, конечно, что дверь не бессмертная. Её также можно сломать, зайти, сломать здесь все сундуки, залутать трупы и тому подобное. То есть, это уже как повезёт. В городе, либо это ещё не доработано, либо это, ну, и не будет никогда доработано, что здесь всё-таки можно и драться, и убивать, и воровать, и тому подобное. Вот эту вещь я хотел штучки, так, 3-4 скрафтить. То есть, с этим будут проблемы, и это, конечно, не очень хорошо, но, в принципе, и ничего страшного, да. То есть, в принципе, на мой взгляд, это даже очень-очень даже нормально. Так что, в принципе, надеюсь, всё-таки хотелось бы раньше, ну, потом увидеть, что здесь ходили бы какие-нибудь стражи, да, которые бы как-то реагировали на поломку зданий или, не знаю, убийство других людей, обворовывание трупов и тому подобное. Какая-то бы реакция была. Дальше. Что у нас есть? У нас есть несколько видов боя, так скажем, да, это ближний бой, это магия, это дальний бой, то есть, луки. Давайте выйдем вот наружу, уже светает. Вот, собственно, вот смотрите, вот, вот у меня здесь куплено домов таких много очень. Домов вот прям вот дофигища, вот здесь вот взломанный, честно скажу, нами, то есть, можно взломать. То есть, допустим, если мы хотим вот 30 монет на двое суток, можно купить домик и в нём как бы обжиться. И в данный момент, так как игра, ну, очень-очень плохо сбалансирована, тут довольно-таки лаги сильные. Так же, как и было в самом начале арк-сурвивейвел, когда арк вышел, я играл в него, и такие же были лаги, и так же подлагивало, и, ну, просто невероятнейшим образом, я бы сказал, подлагивало. И компьютер не справлялся, и глюки, и баги были. Потом это всё исправили, добавили русский язык, и игра просто зашла людям огромным, в огромном количестве. Здесь, я думаю, так же будет, когда всё исправят. И в ближнем бою в данный момент очень плохо себя ведёт персонаж, то есть, когда мы ударяем какого-нибудь монстра, даже не монстра, какой-нибудь там безвредную, не знаю, овечку мы пытаемся убить, мы по ней просто не наносим урон. То есть, урон не проходит, поэтому в данный момент, вот в данный момент развития игры, игра идёт по направлению дальнего боя. Прям вот дальний бой и только. То есть, дальний бой здесь решает. Это и магия, и фаербалт, в частности, пока что у меня есть, допустим, вот давайте поставим её вот так вот, зафигачим, и... Пошёл, да? Ну, или лук, вот в данном случае у меня скрафтился лук, и лук очень убойная вещь. Прям вот, я бы сказал, очень убойная вещь. Благодаря ей я довольно-таки приличное количество убивал... Вот чей-то дом. Убивал животных. Единственное, что лук это дорогая вещь, это в плане того, что... Стрелы на него скрафтить довольно-таки дорого. По поводу прокачки очень интересный момент. Вот, по поводу прокачки. Когда вы пытаетесь прокачаться, вы не можете качать что-то определённое. Вы не можете, допустим, вот... Ну, хочу я прокачать вот сейчас вот этот тейминг. Как его прокачать? Каким образом? Я так и не разобрался. То есть, у меня... У меня это происходит так. Допустим, я вот беру топор. Такой, ну, беру топор, прихожу. Вот дерево. Сейчас давайте его начнём рубить. Начинаю рубить. Начинаем рубить. Вот. Вот. Видите? Срубил немножко дерево. Прокачался став. Touchwork. И Water Magic. Понимаете? Вот опять ставы прокачались. То есть, вот... Вот так вот здесь и качаются какие-то предметы. Вот опять Water Magic прокачалось. Вот я срубил. Также, если я начну рубить камень, так же произойдёт. Вот давайте попытаемся. Не попал. 55. Попал. Не попал. Есть. По-моему, добили. Три стрелы, правда? Ну, ладно. Потратил. Не очень хорошо. И вот, видите? То есть, я потратил четыре... Ну, три стрелы. И... Они вроде бы торчат, но вернуть их нельзя. Нет, вот одна вернулась. Вот, одна вернулась. Ещё две вернулось. Ой, отлично. Все вернулись. Ой, хорошо, 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 хорошо. Значит, это рандом. Просто я вот до этого убивал кабанов, и стрелы не все возвращались. То есть, лук, он намного эффективнее, по крайней мере, и по урону, и по попаданиям. Но, видите, от лука, когда я стрелял, вроде бы ничего и не прокачалось, да? То есть, понимаете, что, допустим, странно как-то вот это вот... Где-то прокачивается, где-то не прокачивается. И как, допустим, прокачать вот этот вот... Вот этот тейминг, я не знаю. А он нужен для того, чтобы открыть мне сёдла. То есть, здесь нужно прокачать первый ранг тейминг. Чтобы открыть, ну, как бы, первый ранг вот этих вот... Ну, ридинг. Ну, чтобы можно было крафтить сёдла и попытаться оседлать какое-то животное. Да, здесь тоже можно оседлать какое-то животное. Оседлать летающее животное и на нём летать. То есть, есть такие варианты. Вполне можно этим заниматься. И это круто, на самом деле. Потому что мир довольно-таки большой. И мне нравится, что всё, что мы видим, мы туда можем прийти. Это круто. Хотя на 11-м левеле дальше... Дальше определённых берегов я не выходил. Почему определённых? Потому что здесь нету карты. Здесь вот мы не можем нажать на карты и посмотреть эту карту. Но мы можем скрафтить карту. Кстати, вот смотрите. Вот эта вот синяя штука, это метеорит. Вот сейчас вот... Сейчас посмотрим, могу ли я его залутать. 15-х... Ух ты ж, ё... Чё с ним... По-моему, его время вышло. 15-й левел нужно, чтобы его залутать. Ну ладно, пока что не можем. Он ещё чей-то дом. Ну, дома здесь нет-нет и появляются. Ух ты ж... А вот это вот уже... Это что такое, ребят? Это что такое? Я... Тёма! Я не знаю, что это такое, но... Когда эти метеориты падают с них... С ними падают некоторые монстры. И в данном случае, похоже, мне... Кранты. Да, ребят, мне кранты, потому что эти элементали, не знаю, огненные, не знаю, как их правильно назвать. Они бегут за мной. Давайте, может быть, они на дом нападут. Не знаю, как-нибудь пытаться от них уйти. Вот это жесть! Ребят, вон, нападай на дом. Дерись с домом. С домом дерись. Отстань от меня, пожалуйста. Отстань. Зачем ты... Он ещё и летает. То есть, он летает надо... О, боже мой. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Единственное, что жалко, я не посмотрел, какого он левела. Вдруг бы он равного мне был левел. Так, сейчас быстренько отдохнём. Немножечко отдохнём. И попытаемся посмотреть, какого он левела. Потому что... Если он равного мне, то, в принципе... В принципе, в теории можно попробовать его убить. Да, ребят, да-да-да. Я такой немножко нагловатый, но... В теории мы попробуем сейчас. Давайте, надо прибежаться, навестись на него. Я не вижу, где же... Беги-беги-беги. Вот, вот, какого он левела? Кто-нибудь может мне сказать? Вот, вот... Серьёзно. Какого он левела? Блин! Лук. Преимущество лука. В том, что я, когда стреляю, я могу бежать. То есть, я стреляю, и я бью. Я стреляю, и я бью. У магии такого нет. Он, когда делает залп магии, он... Он стреля... Ну, как бы останавливается. То есть, вот ещё... Смотрите, ещё... Ой, я его убил, ребят! Ха-ха-ха-ха-ха! Вау! Вау! Вау-вау-вау! Молот! Очуметь! Иронхаммер! Где второй? Сколько я стрел потратил? Дофига, ребят. Дофига стрел потратил. Я знаю, что ещё у меня в городе лежит 20 стрел. Надо второго убивать. Надо убивать второго. Я потратил дофига стрел, но... Сейчас прорыв в город и возврат сюда, чтобы попытаться убить. Давайте-ка, ребят! Вся фишка вот этих монстров, кстати. Вся фишка в том, что с них может... упасть. Очень-очень сладенький лут. Я не знаю, с кем они там дерутся, но, ребята, это просто офигенно. Супер дроп какой-то. Мясо нет. Ничего у меня есть. Зато вот это вот. Давайте яблочки. Пока что... Пока что яблочки на девяточку. Ну, ешь, чувак. Ты под водой не можешь, что ли, кушать яблоки? Оп. Да ладно! Я... Вы издеваетесь. По-моему, я... Нет. Это был глюк. Как будто я провалился под землю. Надеюсь... Надеюсь, он... Надеюсь, он не пропадет, потому что есть такой момент, что они пропадают. Там еще скелет был. В общем, вот с этих падающих метеоритов, с них можно забрать интересный лут. По крайней мере, я подбирал там материалы, да? То есть железо или что-то типа подобного. Так, вот здесь еще, по-моему, 20 стрел. Так, вот это кладем пока что. 13 стрел для поймания... Ну, для ловли животных. Было, кстати. Чтобы... Ну, как его? Поймать его и приручить. Попытаться приручить. Лук решает, ребят. Лук на данный момент решает. Офигеть! Я прям в шоке даже немножечко. Охота прям за големами. Я, по-моему, его вижу. По-моему, он еще живой. Где-то здесь еще скелет был. Скелет попротивнее. Он... Так, мы аккуратненько. Аккуратненько. Давайте еще. Да, я вижу, вижу. Вижу. Они, как видите, злые очень существа. Они начинают всех... Всех в округе резать, убивать и тому подобное. Но так как у меня один раз получилось, будем надеяться, что получится и второй. Ребят, будем... На! Нет, не вставай. Только не останавливайся. Ты что творишь? Идиот! Давай! Давай, друг! Давай, мочи! Есть! 36-го левела завалил, ребятки! Ого-гошки! Ого-гошеньки! Ребята, смотрите! Эпик итем Айрон Экс! Ха-ха-ха! Офигеть! Я в шоке! 40 дэмэджа! Вот обычно меча 25 дэмэджа. Притом, я еще... Смотри! О-о-о! Я не знаю, почему он идет. Так, сейчас... Простите, я думал сделать короткую серию. О-о-о-оп! Охота прям получилась вообще! Смотрите, этот скелет Какой-то непробиваемый Он, по-моему, больше стрел принял, чем Чем все остальные Эти големы вместе взятые, блин Может быть он мега... Да, ребят, по-моему Это сейчас будет Мне даже Мне даже чуть-чуть Да, я какого-то скелета убил Притом он вообще мощный Посмотрите, он просто истыкан 32-го уровня скелет Он просто истыкан Стрелами И, ну вот, награду он какую-то отвратительную дал, честно говоря Но, как видите Вы видели, да, в правом углу Я, когда убивал монстров С них как раз-таки появлялась Вот, нет, давайте вот попытаемся разрезать Офигеть Офигеть Я в шоке Просто В шоке Ну, интересно, он мне что-нибудь вообще даст? Ух ты, смотрите, фаер-элемент я получил И вот видите, допустим Вот сколько я стрелял в скелета, да Или, допустим, ну вот Ни одной стрелы не вернулось, как видите Может быть Именно с мирных врагов возвращается стрела А с вражеских, ну, которые вас атакуют, не возвращают Или я не знаю, каким образом здесь это работает Но И ресурсы я с него добываю Нифига он Давай полностью Мне хочется его полностью разобрать Это серу я с него добываю, кстати Воу, воу, воу Прокачался, да Но это я прокачался из-за того, что добыл магический вот этот камень А не из-за того, что Его рублю, скорее всего Давайте я его полностью разберу и вернусь Все, я его полностью разобрал Ну, с него больше ничего такого эпичного не выпало Но Вот этот вот поиск существ, да И Допустим, вот вы можете посмотреть здесь монстр лист Блин Вот видите, я уже вот убивал кабана Гиену Вот этого духа, который меня убил в предыдущей Я его грохнул Пантеру я убил Баллорог Я такое существование убивал Я не знаю, почему он засчитывается мне Кролика Вот Fire Elements Скелет Блин Баллорога Баллорога я не убивал, ребят Я не знаю, почему он мне засчитан А хотя, может быть, убивал И не знаю об этом Может быть, это маленький какой-нибудь баллорожек был Который я просто наступил и задавил И задавил Так, ну Вот там вот вы видели Еще падал метеорит И да, с каждого вот этого падающего метеорита Есть Шанс Ну вот опять же мне 15 15 уровень нужно, чтобы Открыть его И именно там ресурсы будут лежать То есть Нужно еще определенный уровень Чтобы открыть Блин Открыть этот Чтобы открыть этот метеорит И вот эта вот башенка Вот эта вот башенка Я не знаю, что это такое Но Либо я не обращал внимания Либо я не видел ее Потому что Что-то 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 непонятное Так Вот в предыдущий раз Когда он взорвался Блин В предыдущий раз Когда он взорвался Здесь как раз-таки Големы появились Я так сразу Давайте лучше отойду подальше В общем Что будет дальше И как я буду развиваться Вот у меня появился напарник Там он Там он в комнате лежал Тоже он сейчас АФК Мы уже С ним вместе Начнем развиваться И начнем строить Уже дом То есть мы начнем себе Тоже строить какой-нибудь дом отдельный Потому что Вот в этом домике Во-первых Там всего лишь нас От того Чтобы нас всех залутать Защищает одна дверь Которая Ну Не спасет нас Конечно Серьезно И Построим дом Уже какой-нибудь Более существенный Скорее всего С несколькими Дверьми Да Чтобы не так легко Было в него проникнуть Ну хотя бы Нужно было Повозиться Довольно-таки Приличное время Ну и тому подобное И после этого Уже Я Следующую серию Запишу Обязательно Ставьте лайки Если вам понравилась Серия И вы хотите Видеть продолжение Так сказать Моих приключений В этой игре Я какие-то моменты Буду показывать Делиться С вами Интересными Какими-то Сюжетными Линиями Может быть Нападениями На каких-то Монстров Вон там Гоблин Видите Вот свечение Вот свечение Это гоблин Который может Украть у вас Предметы Я уже с этим Столкнулся То есть Дерясь с ним Нужно быть осторожным В первую очередь Не подпускать его К себе Иначе он Он просто Украдет вас Все Ваши предметы Серьезно Украдет Он вас Отрубит Вы то есть Во труп улетите И Вон видите Упал еще голем Ой не голем А Метеорит И сюда Вот эта хрень летит Нет я Все Он меня заметил Он меня заметил Я валю домой Все Я не хочу Я не хочу Я не хочу Терять топор Эпичный Ну ладно Молот я выложу Блин он серьезно Бежит прям вот сюда Ему на барабану Ну ладно 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 Ничего Мы Сейчас убежим И обязательно Еще раз повторюсь Обязательно ставьте лайк Пишите свои комментарии Варианты Как развиваться Может быть Кто-то знает Более четкие Ну варианты развития Да Какие-то Более четкие Повороты Да Так скажем Развития Чтобы Как-то направленность Может я неправильно Развиваюсь Или еще что-то То есть надо Как-то по-другому В общем Вы надеюсь Меня поняли И извините за Лишнее болтование Подписывайтесь на канал Обязательно Нажимайте на колокольчик Когда подпишетесь Чтобы вам приходили Новые уведомления Всем всего Удачи И пока